Ну что-нибудь расскажите. Так, все, большое спасибо вам. Вот этот Александр, который тогда нам сделал экскурсию. Как называется точно, вот этот весь комплекс и все как... Пиридальный квартал. Пиридальный квартал. Это там? Это... Это новое современное жилье европейского образца. Вы уже здесь живете? Еще нет, вот через месяц, уже ремонт делаю. Сейчас вас как раз Влад проведет в дом, там где делается ремонт. Вы посмотрите, какая красота уже даст. Да, вы что, да. Хорошо, большое вам спасибо. Все, мы пошли. Так, вот это вот Влад, который нам сейчас сделает такую экскурсию. А это этот район. Если кто видит впервые это видео на эту тему, то вот видите, это у нас юго-западный район, да? Да, улица Рустави и Тараскова, пересечения. Да, да, да. Ну вы еще будете строить? Они же будут строить. Мы в ту сторону уже начали строительство. Еще 15 домов. Ну а вы какое отношение к этому имеете? Вы просто как жилец или как вообще здесь работаете? Ну я вообще здесь работаю и продал квартиру в центре города и купил здесь себе дом. Изначально, когда только вот устроился, я еще купил себе здесь. Ну потому что мне очень нравится технология, комплектация и вообще формат жилья и место расположения. Понятно. Ну в общем давайте пойдем и вы покажете. Как говорят, лучше один раз побачить, чем сто раз кучуть, правильно? Да. Так что мы лучше один раз все это увидим. Ну мы были где-то 3 месяца назад, наверное, когда только вели строительные работы, уже коммуникации там прокладывали, ну такое все. Уже проложили все, сейчас... Ну люди еще же не живут, да? Делают благоустройство территорий. Уже как бы... Ну одна семья живет. Уже живет. Ну как, муж приезжает, бывает тут ночует и делает ремонт самостоятельно. Ну есть же здесь вода уже, да? Есть вода. И свет есть, да? Да, все есть. Вода, свет сейчас есть. И за сколько это построили? Вот это... Ну вот начали строительство мы 15 декабря где-то. Ну месяц вылетел, морозов там было. Ну считайте вот с Нового года. То есть за год построили, да? Ну за год будем мы уже тут праздновать. Вы уже будете жить вовсю, да? Да, елку поставим там и будем праздновать. Вы друг друга все знаете туда, ну будете во всяком случае знать. Ну мы уже знаем практически. Да? Да? Ну суседи знают друг друга. Очень важно, кстати, почему я и решился... Ну как, один из факторов, почему меня заставило здесь жить. Потому что я понимаю, что здесь соседи, они как бы достигли какого-то успеха, да? И мои дети, которые будут здесь, в этой атмосфере, они будут, ну как бы... Да, да, да. То есть это не будет так, как говорят, дети на улице выросли. Они на улице, но тем не менее они в каком-то коллективе определенном. Допустим, который любит выпивать и скандал устраивать. Ну как бы здесь, здесь чуть-чуть другой контингент, ну как бы это меня тоже... Радует. Это очень, да, да, это очень хорошо. Я знаю, с кем мои дети будут менять. А во сколько вы его? Ну сейчас пока вот в животике девочка в октябре должны рожать. Ой, красота какая-то. Надеюсь, что заеду как раз до родов. До родов, да. Да, вот уже вот видите, уже на чистовую сейчас мы уже... Ну а можно так что-то увидеть? Вы покажете какую-то квартиру? Да, можем. Смотрите, вот уже квартира, которую... Ну уже квартиры, квартиры уже... Менеджер купил себе, тоже, Александр со мной тоже продал квартиру и взял себе здесь 80 квадратов. Ага, здесь закрыто. Здесь закрыто. Сейчас мы обойдем с другой стороны. Надеюсь, что там... У каждого, видите, заезд есть. Это тоже немаловажно. Машину поставил. Это заезд на две квартиры? Нет, это заезд на один дом. На один дом? Это у каждого свой заезд и вот это вот... Что имеется в виду дом? Дом имеется в виду одна квартира. Ну типа одна семья. Ну вообще... Для одной семьи типа, да? Блок квартиры это называется. Блок квартиры. Но здесь у каждого свой заезд, свой вход, свой выход, свой участок земли, задний двор. У каждого есть свои два этажа. Ну тут добротные... Ну я считаю, что я здесь хозяин дома. Я зашел, у меня два этажа. Ну да, понятно. Потому что у меня там соседи сенка к сенке, но все равно это ваш дом. А так то полностью универсальный. Ну в общем нету. Тут закрыто. Ну вот смотрите с окна. Вот смотрите, уже люди кухню завезли уже и пол сделали, стены вот уже сделали. Практически ремонт уже к концу подходит. Ну уже через 2-3 недельки можно сюда уже заезжать и полностью уже жить. Хорошие окна здесь. И как получилась стоимость? Как планировали, так она и получилась? Или немножечко что-то корректировалось в какую-то сторону, да? В процессе строительства? Да, да. Нет, люди ничего не доплачивали. Ничего не доплачивали. Вот как обещали, так вот и... Ну и сколько сейчас вот на данный момент получается, если в долларах так вот, ну... Ну вот у вас... Здесь все продано. Ну смотрите, вот это вот мой дом. Я его покупал 100 квадратов за 36 тысяч долларов. Сейчас я его могу продать за 42 тысяч. У меня, ну как бы, были желающие, да, его продать. Но я его не продал. Потому что, ну смысл продавать, я купил для себя. Это у вас сколько? 100 квадратов. Это 3 комнаты, да? 2 комнаты и кухня студия. Ремонт вышел бесплатно у меня. Почему? Потому что если бы я сейчас купил этот дом готовый уже, вот именно этот, который я купил, я бы его, за него отдал бы 42 тысячи долларов. А когда его не было еще, но я поверил, да, и я его купил за 36 тысяч. И вот эти вот 6 тысяч долларов... Так, у меня вышел ремонт, да. У меня вышел ремонт. Хорошо, Влад, а если вот сейчас строят, вы будете, вы говорите, уже начали строить такой же, точно такой же комплекс, да? Сейчас рядом вот, да, за 50 метров вы можете проехать, увидеть, там уже фунтаментные работы, сделаны на две линии. То там стоимость квадратного метра в минимальной комплектации 8,5 тысяч гривен квадратный метр, а в максимальной, как здесь, 10 тысяч гривен квадратный метр. Вот так вот. То есть получается... Сколько это получается будет такой дом, если вы говорите сейчас 42 тысячи, а так сколько будет, если вот так, как у вас? Ну, там 100 квадратов нету, там есть 95 квадратов. Умножаем на 8500 и делим на 25,5. 31 600 стоит 95 квадратов. Значит, что, получается еще дешевле, чем у вас? Да, ну, чуть-чуть дешевле. А почему? Ну, 95, во-первых, квадратов. И, во-вторых, там заезда нету, там есть паркоместа крытое. У меня здесь заезд просто из-за этого. Ну, в общем, короче, в пределах вот такой суммы можно такой хороший дом. Вот мы сейчас только посчитали 74 квадрата, можно за 24 600 взять там. 74 квадрата. Ну, чтобы вы понимали, квартира вот сейчас на его западном районе, двухкомнатная, 50 квадратов, в девятиэтажном доме, да? Вот это вот, допустим. Да, да. Стоит 22-24 тысячи. Ну, смотря в зависимости там этаж и состояние. Ну, да, это что? У нас за 25 500 тысяч можно купить дом двухэтажный с выходом во двор 74 квадрата, не 50, 74 квадрата. Все новое. Новый городочек, соседи нормальные, есть парковое место, тротуарка, дорога, все полностью, все. Устройство новое, хорошее. Ну, как бы, я считаю, что на сегодняшний день в городе нету такого вида жилья, ну, как бы, выгодней, на выгодных условиях. Ну, вот люди сомневаются, говорят, вот эти материалы, которые вы применяете, что это не просто кирпич. Это самые современные, самые выгодные на сегодняшний день материалы. Я тоже думаю. Просто, ну, как бы, это будущее вообще. Вопрос только, когда она будет. Сейчас или через 5 лет, пусть будет сейчас уже. Ну, да, ну, да. Как и раньше там были моменты с гипсокартоном. Ну, куча материалов, да, которые не принимал наш народ. Да, да, это всегда так. Привык к стандартам, вот и все. А сейчас свобода каждой технологии. Ну, говорит, что она плохая, ну, это неправильно. Да, надо вникнуть, посмотреть. Если пол Европы, Америка, в России много тоже строится такой технологии, то почему бы и нет? Да, вас тут... На вес уже сами сделали. Сан, это уже дополнительно на вес сделали. И это теперь ваша земля. Вот это вот, да, получается. У меня здесь 13 метров до забора. И 10 метров, 130 квадратов. Ну, чтобы... Ну, мангальчик есть где поставить. Да, вот я уже себе лежак сделал, шторочки сделаю, уголку поставлю. Детский матрасик, бассейн, ну, как бы, мангальчик. А здесь какие будут заборы? Будет деревянный забор. Деревянный, да? Да, красивый, беленький. Ну, так, что будет видно соседей? Нет, 2 метра не будет видно. А, 2 метра, да. Туечками засажу и все. У меня будет свой уголочек небольшой, но зато план устроен хорошо и нормально. А можете что-то показать? А можно открыть дом свой? Ага, я понял. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот я вам покажу сейчас в процессе строительства ремонта. И потом, где уже ремонт. Хорошо, спасибо. Заходим. Вот сейчас как бы активно идет. Ага, угу. Ну, вот, получается, первый этаж я уже делаю себе плитку, облаживаю. Здравствуйте, красивая. Красивенькая, да. Ну, каждая уже эта плитка. Это все уже сдавалось вот в такой комплектации. Я просто купил плитку, купил клей и заплатил за работу. Угу. Ну, да, вот это уже начистую, кто что хочет, какую хочет плитку. Сейчас тут шпаклюются стены. Вот я сделал себе потолочек такой красивый. Ага. И вот у меня кухня 30 квадратов. Здесь будет кухня встроенная, п-образная. Там будет телевизор висеть, диванчик и тут кухонный стол. В общем, кухня-студия, все будет. Да, да, для гостей, для... И наверху же у вас там две комнаты. Да, да. Тут плюс вот выходишь в отбор. Вот разверная система хорошая, очень приятная. Красивая. Ну и вот выход у меня будет во двор. 120 метров. Сюда будет еще земля подсыпаться? Сюда будет обязательно подсыпаться, да. Да, я сделаю на территории, вот как идет на лес. Я там... И это у нас, получается, застройщик этой технологии живет в этом доме. Начальник производства тоже живет в таком доме. Да, Александр Агареев. Пронап у нас тоже живет в доме. Ну и менеджеры. Мы тоже, ну как бы, выбрали эту технологию, потому что на сегодняшний день она самая выгодная. Ну да, как говорят, для себя хуже же делать не будете. Ну да. Это вот второй этаж. Лестница капитальная. А у вас будет деревянная лестница, да? Ну да, да. Сейчас будут отшивать следы. Оп. Ну здесь. Минетик маленький будет. Такой небольшой. Ну это чисто для меня там... Ну компьютер поставить, да, 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 чтобы не мешать, да, да, да. Здесь уже вот делают плитку. Это салузел. Уже обложили полностью плеточкой. Там кабина будет. Да. Душевая комната прям. Это уже сделано. Это уже сделано плеточкой. Плеточка, да. Это заходите и чисто вот душ комната. Угу. А потолок какой будет? Ну там я опущу. А здесь вот на уровне, как плитка есть, так и будет. Высокий. Три метра будет здесь потолок. Это будет ванна здесь и... Да, ванна, полукруглый умывальник, унитаз. Угу. Здесь уже клеят обои сейчас под покраску. Это спальня с гардеробной. Угу. Это спальня с гардеробной. Ну гардеробная это вообще мечта каждой женщины. Да? Конечно. Ну девушки тоже. Вот это будет. Ну да. Ну я имею ввиду хозяйки. Там у меня жена очень рада. Очень, конечно. Это все сюда и обуви, и да, тем более. Ребеночек тоже там все спрятал, сложил все в одном месте. Молодцы. Много, конечно, сделано за эти, наверное, два с половиной, три месяца, что я здесь была. Это все вот в зале в комплектации. Мы только пошпаклевали. Сейчас обои клеим, натянем потолочки, ламинат. Ну сколько получается такой еще плюс ремонт? Ну вот где-то, но здесь у меня где-то около пяти тысяч выйдет. Это в сто квадратов. В сто квадратов. Ну понятно, да. Без мебели. Вот у Саши чуть-чуть меньше дом. Он уже посчитал, сейчас мы пойдем. Там уже больше сделано. Там уже практически все сделано в три тысячи долларов. Ну это все делают люди, да? Да, да, да. Ну не сами, не своими же руками. И вот здесь еще одна комната. Ну вот сейчас она чуть заложена, конечно. Ну, высокая, просторная, светлая. На две стороны окна. Очень удобно. С окна, смотрите, вид. Красивенькая линия. И здесь вот, смотрите, тоже с окна вид. Ну да, там вообще. Тут вот. А потолок что вы будете делать? Потолок будет натянутый, тканевый натянутый потолок. Потому что... Да, красота. А что здесь вот это? Это садивный центр, оазис. Они выращивают и продают растения. Продают вот это все. Разного рода, да. От туек до деревьев там. Очень приятно. Тихо здесь. Смотрите, а здесь вот тут все уже. Никакой суеты, загазованности города нет. А вот, ну, отсюда по левую сторону город, по правую село. Как бы, и загородное жилье в черте города очень удобно. Ну да. И тихо, и рядом. Здесь вы не делаете на крыше еще какой-то... Ну, я попозже сделаю. Попозже, да. Здесь можно еще сделать такую террасу, да? Ну, типа балкон. Да. В принципе, если надо. Выход по двор. Выход по двор. Все равно кофе я буду делать на первом этаже. Я планирую там диванчик поставить внизу на улице. Вот сейчас зайдем. Ну, мы можем сейчас говорить людям, ну, даже вот так, как я, с экрана, так сказать, что вот там есть еще места свободы, есть, да? Там из 15 только 5 продано. Из 15 только 5 продано. Еще 10 свободных. Через свободных. Ну, это только строительство началось, да. То есть, ну, там будет, как и здесь, что пока строительство уже закончится, там уже ничего не будет. Здесь вот еще строительство не закончено, один дом, и то, как бы, ну, на него специально цену подняли сейчас. Ну, как бы, не спешат продавать. А парковая зона, вы были в парковой зоне? Да, да, мы были, да. Мы в прошлый раз, в том видео, да. В том видео мы были. Ну, это тоже очень... Конечно. Да, я там... Это уже перепродажа. Это перепродается. Это все топовый. У них просто у него два дома. Он взял два дома. Вот этот вот и вот тут вот. Он пожил деньги на начальном этапе, а сейчас продает дорожки. Ну, понятно. Ну, и на ремонт будет, правильно? Так что имейте побольше денег, это очень выгодно. Здесь уже вообще шикарно. Видите? Декоративная штукатурка. Ух ты! Смотри, какая штукатурка интересная. Как-то сразу даже не заметно, а потом... Вот это вот электрику сдали так. Застройщик вот так вот сдал собственнику щиток. То есть, тут идет проводка, капиталь. Тут идет автомат-розетка, автомат-включатель. Распред коробок, такого понятия тут нету, да. Ну, как бы... Ну, это вообще по технологии все делается. Да, вот. Это ваш, Александр, да? Угу. Уже заказали. У вас меньше квартира, меньше дом. Площадь 80 квадратов. А, там почти то же самое. Кухня. Да, готова. Это будет здесь потолок, вот так я вижу. Это для разводка для... Да, да, освободили, да. Натяжной потолочек сейчас по 180 гривен, квадратный метр. Какой хочешь. Хоть полукругом, квадратным. Оно хорошо, но вот нам надо... Мы в частном секторе живем, нам тоже надо такой потолок делать на кухне. Он удобно для кухни, такой потолок? Да, он моющий. Вот, смотрите, уже готовый лист потолок. Сейчас посмотрите. Так. Так, я же не хочу из-за этого... У меня руки чистые. А у вас будет какая лестница, Александр? Тоже деревянная же, да? Ну, какие-то будут немножко... Деревянная со стеклом. Ну, и перила стеклянная. Перила, а-а-а. Вот видите, потолочки уже сделаны. Тут вообще венецианочка. Нигде обоев нету, все декоративно. А как оно вот это в эксплуатации? Ну, типа, оно моется просто? Вообще оно моется. Да? У нас ребенок, вот мы сейчас на квартире живем, и там ребенок стену порисовал. Угу. Обоим бы все было бы хана. Да, мокрая тряпочка. И все, да? Да. И экологичнее, чуть-чуть лучше, чем обои виниловые. Декоративная глина. А по цене? По цене оно идет чуть-чуть дороже. Чуть-чуть дороже, да? Но имеет же, да? Ненамного, да. То есть вы видите... Ой, красивая какая. То есть вы все сделали такие стены, да? Да, обоев у меня нет вообще. Не будет, да? Да. Ну и правильно, зачем они? Там отклеились, там что-то еще. Да, да. А это перекрасил вообще. А это так раз сделал, а потом нужно его красить, да? Да. Ой, как хорошо, когда вот все в ногу. Смотрите, какой балкончик здесь шикарный. Угу. Тоже уже плиточкой сделали, да. Выходишь, 10 квадратов балкона. А там внизу, а там внизу считаете тоже... Вот это вот двор ваш личный. Пожалуйста. Дети играют, вы смотрите, вышли себе. Ну это уже сам пределал. Нет, это все было. Это было? Да, да, да. Все, что... Это все входит в сцену, да? Вошло в сцену. Да. Ну только, естественно, шпритка там, все такое, да. Ну да. А здесь вот это, что вот это? Это фасадная... Это барашек называется, да. Декоративная. Ну это фасадная штукатурка, да? Да, да. Фасадная штукатурка, да. Минвата, минвата 10 сантиметров. Минеральная вата 10 сантиметров. Дом теплый, у нас люди живут в отдельно стоящих домах. И получается вот по старым тарифам, ну там тарифы сейчас на электроэнергию подняли у нас, да? То вот в прошлую зиму, вот у нас живет человек, у него дом, коттедж 160 квадратов. То есть представьте, 160 квадратов. И у него максимальный платеж в самый холодный месяц пришел 700 гривен. Из них он высчитал, сколько у него ушло на отопление, то получилось 500. То есть вот представьте, за счет энергоэффективной технологии, да, как делается, за счет того, что здесь само отопление водяное, но подогревается электрокотлом на трехтарифном счетчике. Вот им, и у него, у него отопление дом 160 квадратов, двухэтажный коттедж 500 гривен. Ну как бы, ну вот и считайте. Сейчас вот за вот эту хрущевку люди по новым тарифам будут платить полторы тысячи гривен за 50 квадратов. Ну как бы, мы перестраиваемся, мы перестраиваемся, ну как бы, в Европе, в Европе, там, в Европе, там, получается, вот эти вот энергоресурсы, они дорогие. И потому там очень развитые вот эти вот программы энергосбережения, да, там государство людей мотивирует. Там, вот если бы в Европе построили вот этот вот бы дом, да, то мне, как собственнику, по сертификатам бы вернули бы 20%. У нас такой программы нету, понимаете? Ну как бы, а там, ну как бы, там уже это, это уже давным-давно. Мы тоже к этому придем, ну мы, ну мы отстаем где-то вот так вот по развитию на лет 20, может быть, 30. Ну ничего, но верим в лучшее. Потому, понимаете, для нас это, ну как бы, люди к нам сюда строители даже, да, там, с опытом приезжают, и они удивляются. Они не знают, что такое айсенин, ну, они много чего не знают. Они знают, что такое кирпич. Хотя надо просто вникать. Да, надо вникать. Да, и надо вникать не то, что у нас вот здесь, вот в нашем Болосе. А вообще, да, где же жизнь? А смотреть, где уже люди давным-давно так живут, они и на 30 лет вперед живут. Ну, как бы, и все. Америка, Европа, Канада. Надо не, ну, туда смотреть. Там люди намного умнее, чем, ну, как бы, чем у нас. Ну, так что пошлите дальше. Ну, слава Богу, что есть такие, как вы, и подобные вам лучше, хуже, но все равно люди, которые смотрят. Тяжело, конечно, тяжело очень, да, когда жилу группы. Многие говорят, что это плохо, а ты строишь, и когда уже человек заходит и говорит, о, ну да, действительно, хорошо. Не, ну, вы видели даже в том предыдущем видео, когда мы еще не все там видно было и понятно, да, только многое на словах, да. И то многие поддерживали, да, многие интересовались, многие... Даже в России, в России это уже еще раньше было. Вот у нас к нам в Украину, ну, только вот, ну, как бы, только заходит эта технология энергосбережения. В России тоже уже дома строят, особенно в Москве, где Север, Подмосковье, Север. Да под Киевом тоже, знаете, сколько таких домов. А земля, вот это она уже, я что-то забыла, я вас спрашивала, она выкуплена каким-то образом, да? Приватизирована, она в собственности кооператива людей, да. Ну что, что пожелали вам здоровья, самое главное, да. Вы приезжайте к нам где-то через месяц, где здесь уже будет облагоустроенная территория, где будет озеленение, уже будут заборы будут стоять, шлагбаумы. Ну, как бы. Не, ну, мы тоже приехали в хороший момент, посмотреть это один раз, еще раз, да, что по ходу. Это ванная. Ванная. Тоже большая. Ванная, да, большая. Эта стена уже готова, пол готова, осталось только вот эти вот стены. Ну, это тоже все, это уже по мелочи. Ну, да, ну, да, все равно уже более чистовая такая работа уже идет. Все, уже стены, стены уже красивые, потолочек красивый, что там говорить. Жена довольная, да? Да. Самое главное, чтобы женщина была довольна ко всему. Смотрите, как, ну, уже вот здесь вот такое закончено. Вот так, видите, мы здесь побывали. Самое главное, что нас приглашают. Приглашают еще раз посмотреть, как уже вот все оборудовано, обустроено до конца. Радует то, что люди, те, которые делают это, будут и жить здесь. Это, знаете, когда, когда человек, там, пользуется кремом, который сам производит, или там, ну, что-то готовит и сам кушает. Это то же самое. Значит, он не боится, значит, он верит этому, значит, он любит это. Вот, и здесь как раз вот это, лично я как женщина это заметила, что все, все, кто к этому относится как строитель, как организатор, как менеджер и там и так дальше, они здесь будут жить. Это первое. И второе, что радует меня тоже, что это хорошо, что люди будут жить вот так дружно. У нас сейчас очень-очень мало таких коллективов, которые в домашних таких условиях дружат. Я помню раньше, когда вот так же точно была наша улица, когда родители строили дома, и когда мы все дети знали друг другом, и сейчас там и кумы, и они были и кумами, и вместе праздновали, и Новый год, и все. Это мне напомнило вот этот вот момент, когда это было еще в 50-х или 60-х годах. И это очень хорошо, потому что, наверное, никому не секрет, что когда люди вселяются в обыкновенный дом, то даже не знают соседей за стенкой или, как говорят, на площадке, они уже говорят о том, что там живет выше, ниже тебя этажом и так дальше. Поэтому возвращаемся мы к чему-то такому более простому, более жизненному, более, как на человеческому, хотелось сказать на украинском языке, людиному, общительному, потому что то, что люди вживую общаются, это очень-очень даже хорошо. И побольше бы было такого. Сколько оно будет стоять? Я думаю, действительно, Александр прав, что эти технологии – это технологии будущего. И если такое делают за границей, делают там в Канаде, ну, то есть в тех странах, в которых тоже есть такие же морозы, как у нас, и эти технологии выдерживают это все, то почему бы нам не строить, почему бы нам не делать этого? Я знаю, что наш лично дом, где мы сейчас живем с мужем, он построен, конечно, с дерева. Мы уже говорили, что у нас тоже очень экологически чистый дом, обмазан глиной, соломой. Ну, где сейчас уже набрать этого дерева, этой глины, этого кирпича, обложено там кирпичом и так дальше? Ну, это было тогда, вот. А сейчас, сейчас должны жить уже по-новому, и это все, еще раз повторяю, это все радует. Поэтому, кого это интересует, просто эта тема, или, может быть, даже для того, чтобы, чтобы, может, планировать или мечтать жить в таком доме, где действительно ты имеешь и кусочек земли, где ты имеешь, и, ну, свое место под стоянку машины там и так дальше, то, конечно, что я хотела сказать, то, конечно, это хорошо, забыла мысль. Короче, я говорю, а, то следите за тем, что будет еще видео. Вот. И если эти ребята с удовольствием нам это все показывают, знаете, не скрывают где-то что-то, а показывают даже свою квартиру, показывают, это очень много стоит. Вот как, ладно, я могу говорить долго, просто хотела сказать, что кто-то мне сказал, что у вас очень высокие заборы. Но вы, кто меня давно смотрит, меня, мой канал, первый, второй канал моего мужа, вы прекрасно понимаете, что таким высоким забором вы можете увидеть очень многое. Поэтому, почему? Потому что нам нечего скрывать. Так же и эти люди. Они открывают свою квартиру, этим они открыты и духовно, душевно, и открывают материально, показывают, сколько это стоит, что они сделали, они ничего не скрывают. И это здорово.